Девушки отдыхают Потому что оно всегда должно уравновешиваться с Созидателем И в последнее мгновение битвы смерть был изгнан в один из таких миров Проживающих осень своего бытия на самой границе с ночью Был ли смерть послан навстречу злому Року? Этот ответ можно найти только в будущем Всадника и в его прошлом Постой, Всадник! Ты ранен! Не прикасайся ко мне! Твое появление — дурной знак Да, это сильно меня беспокоит Если ты не одумаешься, Древний, то я дам тебе причины беспокоиться Где Древо Жизни? Жизни? Этот мир умирает Он задыхается от хаоса и порчи Мы ничего не можем сделать, чтобы помочь ему Скоро Великое Древо тоже погибнет А вместе с ним — остатки моего народа Разве не это привело тебя сюда, Бледный Древо? Твои хаосы и порчи меня не касаются Наивные утверждения И мы деремся с какими-то каменными истуканами А я боюсь, что касается Дубинки у них, конечно, солидные Но против молота пока не катят Ну, видимо, это Обычные рядовые враги Которых мы будем выносить Толпами, толпами А они не будут кончаться Наверное, так О! Мастерский бросок! И отличный его шип Ты умеешь сражаться Но порчу нельзя победить при помощи оружия Найди сестру кузнеца Спроси ее про пламя гор Помоги ей И она поможет тебе отыскать Древо А мне нужно вернуться к работе Кто ты такой, чтобы указывать всаднику? Я творец Я старше даже обугленного совета Эти руки заложили основание для множества миров Но это было давно Теперь они почти забыли, каков на ощупь камень Тебе неинтересно, почему я ищу Древо? Я бы не рискнул спросить одного из четверых Но да Расскажи мне Я должен спасти человечество, чтобы освободить войну Битва между Раем и Адом на руинах Земли Все живое в ужасе И в эпицентре всего этого стоит твой брат Он не виновен Я и не говорил, что виновен Древо обладает силами жизни и смерти И если тебе удастся возродить человечество Значит, ты на правильном пути Но имей в виду Темная сила захватила Древо И путь к нему преградила порча Так, ну дедушка уже успел промыть нам мозги Это какие-то гигантские гномы Явно родственники черного молота из первой части Это понятно Да Здесь, по сценарию, мы должны получить первый уровень И мы таки его получаем Ну на этот раз все просто Я уже определился с выбором Пока попробую Действовать как воин Да Порылся в настройках Порылся, честно искал Вывод Изменить горячие клавиши нельзя На персоналках, понятное дело Это плохо Это неприятно Да Даже скажу Так нельзя Черт возьми Но с другой стороны Есть более приятный момент Когда Нажимаешь Таб Игра Встает на паузу И если ты, допустим Даже если ты используешь Направленную способность Если ты уже прицелился на тот момент Можно ее выбрать И она сработает Вот как, например, вот этот мгновенный удар Это, кстати, наводит на мысли о ведьмаке Там, правда Была не пауза А суровое замедление Ну, и так смерть попадает В мир, в котором Растет древо жизни В мир творцов Которые Когда-то давно Создавали миры Можно назвать их Кузнецами вселенных Но, как водится, что-то пошло не так Появилась какая-то порча Которая, конечно же, путается у нас под ногами И мешает нам добраться до древа жизни Чтобы Воскресить человечество Итак, мы добрались до места, где Селятся эти гигантские создания Но, разумеется, ни одна игра, близкая к РПГ Не может обойтись без такого замечательного элемента Как вышибания денег Из бочек Вас И тому подобной Разрушаемой утвари Хозяин этих горшков По-моему, не огорчен Жнец Ты как раз вовремя Творцы умирают Наш мир вместе с нами Нас осталось всего ничего Жизнь воина не может быть легкой, древней Да, она не легка, но проста Я всегда считал, что умру с оружием в руках Охруженный трупами врагов И от такой славной смерти ты скрываешься за запертыми вратами С Порчей невозможно сражаться Ее нельзя ранить Можно только убивать тех, кто склонился перед ней Каждый удар, что я наношу Порче Это удар по кому-то из своих Подумай над этим, всадник Прежде чем называть меня трусом Так, судя по всему, это какой-то тренер Да Здесь мы видим способности, которые можно будет купить Первую даже дали бесплатно Ну тут есть на что копить деньги Так, нет, драться мы с ним пока не будем Лучше разобьем оставшиеся бочки И пойдем искать, как нам сказали, сестру кузнеца Да, нам напоминает, что у нас есть подарки Да, в той версии, в которую я играю открытые дополнения Но мы в этот раз обойдемся без читерства И если честно, совершенно не хочется портить Оригинальное впечатление от игры Клянусь бородой Творца, слухи не лгут Всадник в кузнечных землях Меня зовут Элия, а это мой брат Валус Мы хранители этой кузницы Хотя нынче она уже не та, что была раньше Это кузница Творцов? Не Та кузница больше нам не принадлежит Ее огонь погашен порчей Но именно там когда-то были созданы темные башни ада И города небес А теперь вы куете безделушки А ты, один из четверых, теперь ищешь помощи Творцов? Похоже, все мы не ископали Я пришел сюда в поисках древа Ваш староста упомянул огонь В чем дело? Да, пламя гор, кровь отца камней Когда-то оно струилось к нашей кузнице, как из слезы гор Они придавали нашим творениям невероятную силу Сердце и душа камня, да Но порча отняла их у нас В нашей кузнице теперь тихо Как это связано со мной? Путь к древу закрыт порчей Ни тебе, ни нам туда не попасть Восстанови нашу кузницу, тогда сможешь найти древо Я не разделяю твоих взглядов Мы творцы, они воины Однако у нас есть свое оружие До того, как была утеряна кузница Мы создали могучее существо из камня Гиганта для борьбы с порчей Но чтобы его разбудить, требуется ключ Творца Который можно сделать только в кузнице Ты поможешь нам И что это за котел? Храм, построенный в тени вершины отца камней Там пламя гор было украшено И направлено в нашу кузницу Отправляйся на запад Пройди через изгарный перевал К пепельной вершине отца камней Там ты найдешь котел Твой брат не слишком разговорчив Но и не безмолвен Его голосом был звон молота И рокот белого пламени Да, он работает, ты говоришь Мне может понадобиться клинок Неужели твоя нужда Отчаяний наш, всадник? Думаю, нет Мы боремся за выживание нашего мира За наш род Докажи, что ты достоин Тогда мы поможем тебе Обычный игровой бартер Помоги нам, мы поможем тебе Но, судя по карте Здесь должен быть и торговец Рыжая грудастая бестия С нами торговать отказывается Требует помощь Но вот здесь вот есть еще кто-то С интересующим нас значком Потому что накопилось, накопилось У нас уже барахла, которая стоит продать Так Тетя выращивает кустики И очень устает Мы тебя ожидали, всадник Твоя тень уже давно нависла над этим миром Жнеца знают все древние Но тебя я не знаю Мы построили этот мир Но порча проникла в его сердце За считанные дни разрушая то, что мы создавали тысячелетиями Эйдард старается облегчить эту боль Но наши души жаждут другого утешения Смерти Нам не на что надеяться Садник Думаешь ли ты когда-нибудь о будущем? Нет И вот такое существо Отправляется менять судьбу Которая кажется ему несправедливой Это долгий и опасный путь Опасный даже для смерти И почему тебя это волнует, шаманка? Я умею только делать талисманы Если ты принесешь мне материалы Я изготовлю сильный талисман Который поможет тебе в пути Что тебе нужно? Кость ходока Едкая роса И резной камень Не самый простой из талисманов Где мне их найти? В разных частях кузнечных земель Я редко выхожу из три камня Но этот сопляк Карн Вечно бродит по окрестностям Он укажет тебе путь Не сомневайся У меня есть для тебя новые талисманы Так, ну вот и торговец Талисманы нам, конечно, пока не по карману Но вродать барахло Это всегда можно Надо сказать, что В диалогах Которыми можно более-менее Управлять теперь Смерть довольно язвителен По отношению к своим собеседникам Чувствуется такой Здоровый сарказм Он не похож на Обычного героя Который помогает всем Только потому, что он герой Так, ну с чуваком, которого я буду звать тренер Мы пока драться не станем Он нам предлагал Там была возможность Но что-то он пока больно здоров А мы пока не имеем Достаточно количества Так скажем Ударной силы Садник На этом пути тебя ждут Одни только беды Делай все, чего ждут от тебя Близкие древние Я же отправлюсь к котлу Если ты хочешь Оказаться по пояс в порче Это место тебе подойдет Знаешь, эти ворота Здесь не без причины Будь ты мне другом Я бы тебя ни за что не пропустил Ха, но кто же назовет Своим другом Смерть? Можешь ли ты поделиться Мудростью Или вся она уже растеряна В бою? О, мудрость Это не зубы Ее у меня предостаточно Достаточно Чтобы держаться подальше от котла Там множество опасных ловушек А, но такой шустрый малый Наверняка сможет их избежать Мне решительно нравится Озвучка персонажей здесь По-моему, актеры постарались Очень хорошо А вот звук режиссеры Не особенно Потому что Если вы смотрели первую часть прохождения То можно было заметить Что записанные реплики Немного Приглушены в самом начале В некоторых диалогах Так, что там у нас внизу? О! Что-то зеленое Опыт первой части говорит Что за такие штуки Могут давать что-то хорошее торговцы Так, что-нибудь еще нет Больше ничего Ну что ж, надо выбираться отсюда Так вот, любопытно отношение творцов К такому гостю, как смерть Его все так любезно предупреждают О том, что здесь опасно Здесь порча Не ходи сюда Не делай того Хотя мне интересно Чего же они хотели Они бы предпочли Чтобы он остался у них Погостил Смерть А что, смерть? Почему бы тебе не остаться На вечерний чай? Да нет, я думаю, что Логичнее было бы его Наоборот Мотивировать Давай Мы тебя щедро вознаградим Или Шел бы ты отсюда По добру, по здорову Костлявый